Привет всем, мне сейчас самое главное это осознать вот эти там два часа разницы, проснуться и вспомнить вообще, что я там хотел докладывать. Буду подсматривать на слайды, чтобы вспоминать более-менее. На самом деле мы будем говорить с вами про пакеты в питоне, такая получилась немножко сборная солянка, про то, как мы вообще до жизни такой докатились с пакетами, что там есть хорошего, что плохого, на что сейчас имеет смысл смотреть и в общем все такое. Вот обязательный слайд про себя. Я сейчас работаю на должности дата платформ лидов компании Altenar. И в принципе я там на питоне пишу наверное уже лет 12-13 плюс-минус. И в принципе по всему, что на этом слайде есть, можно мне написать всегда по нику, где угодно меня найти, по конференциям, по метапчикам, просто потрепаться, пожалуйста, с удовольствием. Итак, будем мы двигаться немножко по такой временной шкале, чуть-чуть будем прыгать туда-сюда, но тем не менее давайте сейчас вернемся в условно 96-й год. А есть люди, которые в 96-м году уже что-то на питоне пытались писать? Он тут, наверное, нет, да, я смотрю все это самое. Но тогда питон уже был. Это была версия условно даже возможно не 2, ну то есть типа 1.6 что-то такое, 2.0. Вот, и тогда в принципе какие у нас были проблемы с пакетами, да, что нужно было, чтобы поставить пакет? Ну, нужно было его скачать, да, или найти там, может быть, кто-то там на диске передаст. Распаковываем, распаковываем архивчик руками, куда-то его кладем на файловую систему локально себе. Дальше идем, обновляем CSPath, чтобы он вот этот путь тоже в себя включал. Импортируем, все работает шикарно. Вот, на самом деле, ну как сказать, оно, вот такой подход, он и сейчас работает во многих случаях. Я даже помню, когда в старых версиях джанги прямо официально рекомендовали, давайте в setup.py напишем, значит, импорт CSPath, да, и в CSPath запихнем, соответственно, путь до нашего приложения, чтобы оно там все увидело, нормально импортировало. Ну, в принципе, оно, конечно, в таком виде работает, но хотелось бы что-нибудь поинтереснее. Вот, и вот такой вот внезапный вопрос. Есть кто-нибудь, кто может сказать, почему вообще, вот в Python мы сейчас вот ставим пакеты, да, в VirtualLenv, не в VirtualLenv, без разницы, почему каталог, куда ставятся пакеты, распаковываются, он называется SitePackages. Есть какие-нибудь идеи? Кто-нибудь слышал когда-нибудь? Еще было dist-пакаджи с одно время тоже. Окей, смотрите. Вообще в Python существует такой модуль, он называется Site. Существует он там примерно с версии, по-моему, где-то 2.1, что ли. И вот этот модуль, его ввели как раз с такой целью, чтобы стандартизовать немножко набор путей, по которому Python будет искать пакеты. Да, то есть, чтобы они куда-то ставились в более-менее предсказуемое место, и можно было на это все смотреть. То есть, вот у меня, я, кстати, сразу скажу дисклеймер, у меня, кто смотрел мои там какие-нибудь рассказы, знает, что у меня почти все у нас в всех слайдах кликабельные, здесь у меня тоже будут ссылки, и вообще почти все там логотипы, все можно будет потыкать. Вот это вот выдержка из первого коммита, который притащил в Python модуль сайта, и там прямо написано, что если вы хотите, чтобы у вас пакет видел какие-то другие модули по стандартным путям, то напишите там импорт сайт вначале, и тогда оно все найдется. Причем изначально, можно даже заметить, оно называлось сайт Python, да, не сайт Packages. Ну, там, это уже там нюансы с именами. Вот. И сейчас, забегая вперед, в современном мире модуль сайт, он неявно на старте автоматически импортируется уже, то есть мы когда вообще что угодно запускаем на Python, у нас импортируется сайт, и он выступающий для Python, чтобы искать вообще, где у нас что лежит. Причем он позволяет не просто по каталогам конкретным искать, он также еще и забирает информацию из 5H-файлов так называемых. То есть можно вместо конкретного модуля положить просто текстовый файлик, в котором будет путь на файловой системе, и, соответственно, это позволит Python тоже этот модуль найти. Вот. Вот эту информацию можно запомнить, она сейчас чуть дальше нам еще пригодится. Итак, ну, ставить пакет руками, это, конечно, можно, но как-то не очень удобно, его там распаковывать, все. Поэтому в 98-м году уже в Python 2.2 появился такой пакет, как Distutils. Он, собственно, появился прямо вот в стандартной библиотеке. Он, по сути, очень сильно помогал с установкой пакетов, то есть скачивает вот этот самый торгозэшник, там условно, или там какой-нибудь zip-архив тогда. И сильно не нужно думать, просто запускаете Python Setup PineStall, и типа все распаковывается, все хорошо. Вот. Но, естественно, к Distutils были те же самые претензии, что и ко многим модулям в стандартной библиотеке, что в модуле в стандартную библиотеку они приходят умирать, и медленно очень развиваются, прибиты гвоздями конкретные версии, там, бэкпортировать какие-то фиксы достаточно сложно и так далее. Но Distutils уже тогда, еще в первой версии, он умел в том числе ставить пакеты, которые имели внутри себя сишные зависимости, то есть прямо на лету это все делал компелять, и оно вполне себе работало. Вот. Но на тот момент, прямо вот, чтобы дерево зависимости резолвить, да, и вот все такое, Distutils не умел, и вообще он этому всему научится только через 4 года. У нас сейчас 98-й, значит, где-то там в 2002-м примерно оно начнет хоть что-то поддерживать. Ну и, соответственно, тогда же уже начала появляться стандартизация в питоне вокруг версий, да, то есть начали появляться пэпы, как вот мы будем описывать версии, там, semantic version, не semantic version, и все начали это дело обсуждать, и примерно тогда же появилась вот эта вот традиция, на тот момент еще традиция, оно прям серьезного какого-то смысла не имело, иметь файл requirements.txt и запихивать просто в зависимости, которая у вашего проекта есть туда. Вот. Собственно, Distutils этот, он в питоне существовал все время с 98-го года по текущий момент, и вообще его помесили на выпиливание только в питоне 3.12. Вот. То есть, собственно, там прям он достаточно сильно устарел, и решили его в итоге выкинуть. Фишка в том, что благодаря вот своему вот такому подходу Distutils он стал одновременно и величайшим достижением по установке пакетов питонячих на тот момент, и величайшим проклятием. Ну почему достижением? Понятно, потому что мы теперь можем все топаем, все развернуть. Почему проклятием? Чуть дальше станет понятно. Потому что, ну, опять же, стандартный способ с большими ограничениями есть, короче, нюансы. Собственно, Setup.py сам в случае Distutils, он выглядит примерно так. В принципе, я думаю, всем более-менее знаком. Может быть, есть кто-то, кто Distutils использует даже вот сейчас вот при написании Setup.py. Есть такие люди? То есть, вот прям вот я имею в виду, прям from Distutils core, setup, вот это все. Нет? То есть, оно до сих пор работает, если что. Окей. Ну, по сути, достаточно обычный Setup.py, ничего особенного. Уже тогда появился, уже тогда работал. Примерно тогда же, чуть через некоторое время, да, вот где-то 2003 год, у нас появился более-менее стандартизованный каталог питонных пакетов. Причем он изначально назывался вообще сырный магазин, и всем нравилось это название, но это было как-то несерьезно, поэтому его переименовали в Pupi, что гораздо более серьезно, конечно же. Это была не первая попытка создать вообще каталог питонячих пакетов, ну, просто потому что, иначе, чтобы найти какой-нибудь пакет, нужно было идти на сайт какого-нибудь там университета, который что-то на питоне исследовал, да. И была такая штука, называлась она World of Parnassus, и это, по сути, одна из первых попыток создать вот этот самый репетиторий. Сейчас, ну, по сути, был просто сайтик с каталогом линков, сейчас его уже не существует, есть такая страница памяти в документации питона про то, что он когда-то существовал. Но теперь, благодаря тому, что это все начало какие-то более-менее адекватные черты обретать, да, появилось у пакетов метадата, немножко допилили, дистутил, чтобы оно там все сервизовалось, хранилось, и стало, с одной стороны, чуть легче в этом всем ориентироваться, с другой стороны, мы начали приближаться к тому моменту, когда это все превратится уже в какую-то достаточно страшную вакханалию. Итак, давайте сейчас попробуем ответить на такой вопрос. Вот есть у нас проект на питоне, у нас пока 2002 год, условно, ничего мы не знаем, ни про какие там, ни пипы, ничего. Как мы можем, глядя на проект, определить, какие у него есть зависимости? Есть какие-нибудь идеи? Да, вот, вот это правильное ключевое слово. Requirements.txt, он как бы может быть, может не быть, формально неизвестно. Собственно, появился PEP, появился PEP 302, который позволил делать импорт хуки динамически. Вот, это напрямую с пакетами не связано на самом деле, но разные инструменты, которые до сих пор в питонном комьюнити применяются, например, какой-нибудь PyInstaller, они до сих пор используют вот этот механизм для того, чтобы найти, собственно, какие вообще пакеты импортируются в нашем коде. И согласно этому уже попытаться составить какой-то список зависимости. Вот, и вот этот толчок, он привел к тому, что оно начало развиваться активнее, а начало, поскольку, когда людям даешь инструмент, они не всегда знают, как его использовать, поэтому это привело к тому, что все начали собирать толстые архивы. Да, то есть никакое не управление зависимостями, ничего, а просто, ну, ты хочешь сделать питающий пакет, ты берешь, собираешь все зависимости по нему, да, там с помощью какой-нибудь утилитки, которую там на коленке написал, вот на импорт-хуках, и просто скачиваешь все zip-архивчики, и запаковываешь их в свой заодно, zip-архивчик, и вот все окей. Вот. Бывает. Соответственно, дальше народ решил, что хватит это терпеть, давайте сделаем, наконец, нормально, и как альтернатива Distotilsу появился setup tools. Вот. В принципе, он достаточно, как сказать, был достаточно независим, и его можно было развивать безотносительно основной кодовой базы питона, что, в принципе, дало достаточно нехилый буст, стало удобнее жить, и setup.py у нас кардинальным образом изменился, да. Я, конечно, троллю, на самом деле, ну, импорт, понятно, поменялся, да, from setup tools мы теперь импортируем, и, в принципе, кто setup.py пишет, наверное, скорее всего, вы сейчас так пишете, да, если кто setup.py еще использует. Вот. Но на самом деле основное изменение здесь не в импорте, а вот в этой штуке. Благодаря setup.tools у нас появилась возможность в Install Requires в Setup.py писать имена пакетов и версии, которые вообще мы хотим, да, то есть список зависимости. Понятно, что можно просто в Requirements.txt положить, но здесь конкретно это уже появилось как набор зависимостей. И, соответственно, вместе с Setup.tools одновременно появился их собственный менеджер пакетов, которые вот те же ребята придумали, который назывался Easy Install. Вот, может быть, кто-то помнит, кто-то, может, там ставил пакеты когда-то. И вот он, собственно, уже позволял более-менее адекватно это все разруливать. Были, поскольку мы имеем дело с опенсорсом, были всякие скандалы, были проблемы, был еще, может быть, кто-то тоже помнит такой пакет Distribute. Вот. Он, на самом деле, про него, я, можно почитать, вот по ссылочке будет дальше, но я про него скажу, что это, как вот классические опенсорсы бывают, группа разработчиков Core Setup.tools поссорилась с другой группой разработчиков, сделали свой форк, назвали его Distribute, долго его развивали, потом в итоге помирились и Distribute вмерзли обратно в Setup.tools. Вот. И, в общем, все нормально. В итоге все друг с другом договорились, отлично. У Setup.tools, собственно, как это все работает, да, он расширил достаточно сильно то, что предлагал Distribute.tools, то есть вот эта функция Setup, она стала принимать там в несколько раз больше параметров. Вот. Все базовые он поддерживал, те же самые, но добавлял еще кучу новых, включая вот этот самый Install Requires. Можно посмотреть, будет по ссылке, там прям целая страница есть с описанием разницы, вот что Setup.tools там добавил в Setup.py. Вот. Но, по сути, оно как работало? Что мы теперь, когда заходим в пакет, да, мы набираем Python Setup.py Build, и у нас, получается, создается вот такая вот каша, да, у нас создается, собственно, Build, каталог, в котором структура пакета у нас раскладывается, у нас создается Egg.info, каталог, в котором у нас всякая метадата, entry-хуки, там, вот это все барахло. И, если все в порядке, у нас создается каталог Dist, в котором собранный архивчик какого-то формата, да. Собственно, Setup.tools притащил формат .egg. .egg — это формат, ну, это zip-архивчик с байт-кодом, по сути. Вот. Это была первая попытка сделать нормальные распространяемые питонячие пакеты в бинарного вида. Вот. И вообще долгое время еще, когда возились с бинарными зависимостями, все думали, что .egg — это и будет стандартом упаковки бинарной зависимости в питоне. Вот. А есть кто-то, кто помнит, что такое питон Setup.py Develop? Кто-нибудь использовал? Ну, мало ли. Не, в смысле помнит, потому что сейчас его официально не рекомендуется использовать. Сейчас используют pip install edit.moop, которые делают примерно то же самое. Вот. Смотрите. Ну, суть в том, что, да, это отладочный режим. Мы берем, собственно, код в текущем каталоге, мы его хотим редактировать. Да, мы... И, соответственно, нам нужно, чтобы пакет, который мы редактируем, он импортировался. И, собственно, отладочный режим — это вариант подложить питону ссылку, которая укажет, где лежит код для того, чтобы импорты работали. Так. Вот. А, собственно, это работает через тот самый pth-файл. То есть, когда мы набираем питон Setup.py Develop или pip install edit, это было современным pipom, там создается текстовый файлик, который просто указывает на наш текущий каталог. И за счет этого оно все импортируется. Вот. То есть, буквально вот так просто и тупо, и оно работает. И ты действительно... Я до сих пор прям вот почти все... Весь код на питоне, который пишу, я использую отладочный режим, потому что я люблю, чтобы у меня импорты все были вот от имени пакета, и все красиво, удобно. Вот. Собственно, уже тогда это можно было делать. Давайте посмотрим. У нас сейчас 2004-й. Какие же проблемы у нас еще остались? Да, вот есть Setup Tools, вроде как все хорошо, все зажали отлично. Ну, пакеты до сих пор все ставятся кашей. Да, то есть, вот есть у нас сайт-пэккеджес какой-то, мы это все бухаем в один каталог, они все находятся в одной области видимости, достаточно печально. И вообще до сих пор остается вопрос, как пакет удалять. То есть, ну, easy install, он... Install-то умел, а вот он install не очень. Вот. И мы его поставили, он куда-то в систему там залился, и это еще надо знать куда, да, там тот же или сайт читать этот самый модуль, или вообще там гуглить, куда там это в теории может ставиться еще для вашей версии. В общем, печаль. Другая тема, что собираем мы пакеты, у нас тут же в каталоге создаются вот всякие вот эти гинфо, дист, билд, вот это все барахло, но нам по большому счету нафиг не нужно, нас интересует бинарный пакет, да, обычно, чаще всего. И то пусть его бы в идеале еще бы и залить сразу, и не думать об этом. Плюс, поскольку пока что в 2004 мы можем ставить пакеты с сишными зависимостями, да, но для того, чтобы они собрались, когда мы запускаем пип-подстол, нам нужно, чтобы в системе стояли нужные системные библиотеки. Оно будет компилироваться, да, и вот это сиентистов сейчас, наверное, такие эти вьетнамские флешбеки, ты запускаешь там пип-подстол какой-нибудь там numpy или сайпи, и просто идешь пить чай, потому что оно там компилируется два часа. Вот. Ну и, соответственно, версии интерпретатора тоже хотелось бы немножко проверять и работать, собственно, с разными версиями, тестировать там вот и так далее. Соответственно, несмотря на то, что у нас easy install, он позволяет ставить пакеты, да, он их ставит просто по порядочку, и там фактически нет прям вот резолвинга зависимости. То есть, ну, просто идем по списку, и в итоге в большинстве случаев либо оно все ломается где-то в середине, когда там какая-то неразрешимая какая-то проблема, либо просто у нас ставится пакет, пакет версии, которая поставилась последней, тот и выиграл. Да, то есть вот, и потом, если какая-то зависимость требовала более старую версию, а поставилась более новая, мы пытаемся что-то запустить, и у нас после установки пакетов ничего не работает, и приходится идти руками смотреть, как там это пашет. Причем достаточно печально. Ну, и вот эта вот веселая проблема, что для того, чтобы вообще выкачать зависимости, нам нужно скачать пакет, его распаковать, заглянуть к нему в setup.py, достать эти зависимости, и потом только уже начать резолвить все остальное. То есть достаточно неудобно. Ну, 2004-й только, давайте решать. Понятно, что первая, наверное, вещь, которая имеет смысл упомянуть, это virtualenv. Его все, я думаю, более-менее знают и любят. Единственное, что, может быть, не все знают, что virtualenv существует, вообще говоря, двух версий. Что есть старая версия virtualenv, которая в том числе работала на втором питоне. Создается virtualenv, там копируется безумное количество файлов, прямо из системных каталогов создаются там скрипты и обертки. Это все запихивается там, подменяются переменные окружения, подменяются импорты, в том числе подменяются пути в сайпай, и, соответственно, у нас получается локальная среда. С питона 3.3 произошло такое невидимое изменение, которое достаточно мало кто заметил. Там появился, приняли PEP-405, и теперь большая часть настроек виртуального окружения переехала в конфиг pvnv.kfg. И сейчас, если вы встроенным в питон, встроенным в питон модулем virtualenv создаете этот самый virtualenv, он будет следовать новой нотации, и там, на самом деле, он будет достаточно маленький. Там будет сим-линк на питон, из которого он создан, чуть-чуть метафайликов, и вот этот kfg-файл, который там настраивает все остальное. Достаточно удобно. Но всякие сторонние либы, которые работают с virtualenv, они до сих пор делают вид, что никакого 405-го PEP-а не существует, и собирают virtualenv по старому образцу. Вот. Ну и, наконец-то, 2008 год. Setup Tools. Ребята, которые его разрабатывают, и разработчики Easy Install, ребята достаточно такие с выраженными мнениями по ряду вопросов, но вообще все-таки пакеты научиться удалять было бы неплохо, да? Поэтому приходит Ян Бикинг, разрабатывает PIP, и теперь этот PIP начинает решать достаточно большое количество проблем, вот из тех, что у нас на слайде были. У нас теперь заранее пакеты все скачиваются, кладутся в каталог. Если что-то пошло не так, можно переустанавливать без перекачки. Причем скачиваются сначала все зависимости, перед тем, как мы вообще начинаем что-то ставить. Это достаточно важная история, так тупо проще. Вот. Потом, собственно, PIP, он очень простой по кодовой базе, по отношению к Setup Tools. И долгое время была эпидемия, может, кто помнит, всяких разных инструментов, которые PIP пытались программно дергать, то есть там как-то ставить, собирать это все там в автоматическом режиме. Вот. И создатели PIP, они очень долго с этим воевали, потому что, ну, зачем так делать, блин, ставьте, пожалуйста, PIP-инсталлом, а никаких гарантий по стабильности внутреннего API не даем, потому что у нас нет API, мы инсталлятор. Вот. Но, как всегда, дайте людям инструмент, они начнут его неправильно использовать. Ладно, я ворчок. Вот. И, соответственно, у нас не создавалось никаких вот этих хэг-инфо штук при установке, при сборке, при чем угодно. И плюс PIP позволял ставить пакеты напрямую из гита с обвершенной Меркурила. Можно просто передать путь, и, собственно, оно ставится работой. Вот. Всем это настолько понравилось, что с версии 2.7.9 PIP включили в стандартный дистрибутив питона, но, на самом деле, до сих пор в большинстве систем, насколько я помню, ну, я имею в виду в основном дистрибутивах Linux, да, в стандартных, там они до сих пор разделены. То есть в той же Ubuntu отдельно ставится Python, отдельно ставится Python PIP. Вот. Хотя, на самом деле, если вы просто скачаете Python с Python.org, его поставите, у вас PIP будет прямо в наборе. И Virtual Land тоже будет в наборе, он тоже иногда отдельным пакетом идет. Вот. Есть еще PIP Tools. Он до сих пор существует, его до сих пор используют. Там просто набор разных оберток, которые фиксили некоторые аспекты PIPа. Вот. В современном PIP не то чтобы это сильно актуально, но можно тоже посмотреть. Вот. Для управления версиями интерпретатора существует, собственно, PyEnv. Да, я думаю, я суперподробно про него рассказывать не буду, его, скорее всего, все знают более-менее, но это прямо основной сейчас инструмент для управления версиями. Вот. Единственное, что я чаще всего на своей машине использую комбинацию PyEnv плюс PyEnv Virtual Land. Просто это плагин, который позволяет автоматически создавать Virtual Land одной командой с версией Python, которую ты указал. Да, если она есть, он просто ее возьмет, если нет, он ее поставит автоматически. Вот. И, по сути, на этом решение проблемы с разными версиями интерпретаторов, оно вот у нас уже есть. То есть, получается, такая иерархия с разными интерпретаторами на уровне системы, там, глобально, локально и так далее, но, в принципе, все более-менее адекватно работает. Теперь надо решать проблему с фишными зависимостями, да. Точнее, ставить-то мы их уже умеем, но мы не хотим ждать 3 часа, хочется как-то попроще. Появляется компания, которая тогда называлась Continuum Analytics, сейчас называется Anaconda. Фишка, ну, понятно, что это проблема, она была актуальна, наверное, в первую очередь для дата-сайентистов, с их, там, всякими наипайами и сайпайами. И ребята просто сказали, у нас будет своя пакетная система с там, с преферансными пианистками, мы все сами запакуем в свой формат пакетов. Они сделали свой собственный инсталлятор, который называется Konda, и, в принципе, у них все работало. Единственное, что Anaconda, у нее такая немножко своя атмосфера, и я полностью согласен, что существовал период какой-то времени, когда, например, на Винде нормально поставить набор дата-сайенцевых пакетов, ну, был достаточно больный, Anaconda, она прям спасала. То есть вот ты приходишь, ставишь, и у тебя там, я не знаю, на GPU, на куде что-нибудь обучать, без проблем. Вот. Но сейчас в современном мире есть, во-первых, VSL, во-вторых, уже тогда появился сайт, который был каталогом специально пересобранных под Винду пакетов. То есть был университет, который спонсировал проект и поддерживал свою собственную репозиторию пакетов под Винду, и он до сих пор существует в виде такого архива. И был буквально где-то полгода назад, по-моему, большой скандал, и просто плач на Reddit, на всем, чем угодно, потому что университет решил не выделять больше финансирования для этого проекта. И оно все немножко схлопнуло, и сайт упал, и там, в общем, народ просто обтекал. Сейчас его запустили обратно, но он перестал обновляться с 22 года. Ну и в ванильном мире, в нормальном, непроприетарном, да, независимом от компании, которой надо деньги платить в идеальном мире и так далее, у нас появились колеса, да, у нас теперь питон на колесах, по сути, статически мы линкуем все, что нужно нам в пакет, запаковываем в zip-архив, оно работает, вот. Здесь есть проблемы с тем, что для того, чтобы это работало, нам нужно это все слинковать с максимально поддерживаемой версией Lipsy. Да, вот у нас в системе есть Lipsy какой-то, да, в линке. И плюс еще какие-то системные библиотеки, которые там вокруг стоят. Вот. Понятно, что дистрибутивы могут немного друг от друга в этом плане отличаться, поэтому существует проект, который называется Manny Linux. Вот. То есть там не all Linux, а именно many. То есть они предоставляют набор докер-образов с древним центосом. Вот. Вы берете этот докер-образ, внутри него собираете свои сишные зависимости, и, соответственно, у вас это гарантирует, что на определенных поколениях дистрибутивов Linux у вас этот пакет, скорее всего, поставится. Вот. То есть, ну, звучит достаточно мутно, но в целом оно действительно работает. Это сейчас такой относительный стандарт, причем для Manny Linux разных версий есть для каждого свой PEP, и каждое там свое поколение, типа там CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8, там есть, соответственно, готовые инструменты для сборки. Ну, и я не просто так набросил про Lipsy. Вот. Наверняка многие из вас знают, что в мире контейнеров, да, там очень любят такую минималистичную операционную систему Alpine, и вот эта операционная система Alpine, она практически вообще не подходит для сборки питона проектов и для установки на ней питона пакета. Почему? Потому что Alpine использует нестандартную реализацию Lipsy, он использует Muscle, и если вы начнете, попытаетесь на нем запустить там PIP install какой-нибудь пакет, а Уилла, собранного под Muscle, просто, скорее всего, не будет. Их практически никто не собирает, ни один вендор. Вот. И тут два варианта будет. Либо вам придется в Alpine тащить еще и Lipsy, который раздует его размер сразу обратно до Gigabyte, либо собирает самостоятельно пакеты под Muscle, что тоже, то еще развлечение. Поэтому, короче, берите просто Debian Minimal, и нормально, оно работает. Собственно, в итоге мы оказываемся в такой веселой ситуации, что сейчас, если вы PIP-ом ставите пакет, то там может в процессе инсталляции собраться и EG, и Will на фоне, и это все красивым образом размажется там вам по файловой системе, и будет все шикарно. То есть такое вот прям Legacy по шагам происходит. Но, с другой стороны, это все достаточно бесшовно работает, и мы просто чуть-чуть больше знаем теперь, как оно устроено. Итак, если мы вернемся к нашему списку проблем, да, ну, первые три проблемы мы, условно говоря, решили. В принципе, все отлично работает. У нас осталось разрешение независимости, которое достаточно кривовато пахало, в том числе в PIP-е, и вот это последняя проблема, которую пока мы еще не знаем, как решать. Примерно в это время, вот где-то 2011 год, там чуть-чуть шаг назад, появилось, это вот Миджорни так видит что-то по словам, типа комитии или как-то так, попытки появились создать нормальные декларативные описания вместо Setup.py, да, чтобы нам не надо было все запускать, чтобы мы могли просто вот там, условно, мини-файлики все описать. И тогда произошло две вещи. Появился вот этот вот комитет PIP-а, вот, Python Package Authority. И они, собственно, разработали, одна из первых вещей, которую они предложили, это файл Setup.kfg. У нас Setup.py превращается просто в вызов функции Setup, а все остальное мы можем декларативно в Setup.kfg запихнуть. Вот. С одной стороны прикольно, с другой стороны это примерно вообще никаких проблем не решает, просто красивее чуть-чуть стало. Вот. Но на самом деле это важный шаг в сторону современного уже Project Tomla и вот этого всего. И тогда начали появляться новые современные менеджеры пакетов, виртуальных окружений и так далее. То есть понеслось вот этот вот поезд, который пытается все это вместе упихнуть в один инструмент, да, и управление виртуаленовыми, и установку пакетов. Вот. В итоге Кен Трайтс, который автор библиотеки Request, достаточно знаменитая персона, немножко одиозная, страдающая биполяркой, он там удаляет иногда репозитории, меняет их владельцев рандомно и так далее. Там много всякого веселого. Он сделал такой инструмент, как P-Penv. Вот. Я думаю, наверное, он сам тоже рисовал логотипы, это официальный логотип P-Penv, если что. И там, собственно, разрабатывался стандарт такой, который описывал, давайте мы, типа, декоративно будем в том формате описывать питаньячие зависимости и вообще будем использовать его вместо сетапае. Да, и он сделал, собственно, вот проект, который работал с форматом, который он назвал PIP-файл, и работал, собственно, с virtual enemy. Это, в принципе, все более-менее работало. Пепов на то, как это все структурировать, появилась вообще тьма тьмущая, можно вот почитать их прям вот все по порядочку. Но нюанс был в том, что, несмотря на то, что резолвер зависимости в P-Penv был достаточно прикольный и работал, по крайней мере, но он был страшно медленный, прям вот дико медленный. Можно было, опять же, идти пить чай, то есть запускать установку пакетов. Если там есть какая-то неоднозначность, все, он будет очень долго думать. Ну и в итоге все закончилось тем, что, во-первых, в PIP завезли в 2020 году новый резолвер. Я думаю, многие из вас уже это знают и помнят, что там некоторые плакали, что у них там сломались все билды. Но в целом стало намного лучше, потому что у нас в стандартном инструменте уже появилась возможность более-менее адекватно резолвать пакеты. Вот. И плюс пришел Poetry, и P-Penv, он ушел немножко на второй план. То есть он до сих пор существует, там до сих пор есть какие-то коммиты. Я встречал в живой людей, которые им пользуются. Может быть, они даже в этом зале есть. Вот. Но на самом деле сейчас, короче, постепенно он куда-то на задний план уходит, отмирает. Ну и в это же время примерно, собственно, та самая Python Package Authority, она предложила более-менее стандартный стандарт для описания файла P-Project.tomu для формата. Проблема в том, что понятно, что сейчас должен появиться Poetry. Poetry, он к представлению этого стандарта немножко опоздал. Специально ли, случайно ли, это вопрос для истории. Но суть в том, что, несмотря на то, что, наверное, Poetry сейчас один из самых популярных инструментов для менеджмента пакетов в Python, а если мы посмотрим на P-Project.tomu, с которым приходится работать, он на самом деле прям заточен под Poetry. То есть вот все разделы здесь, да, они находятся в namespace Poetry, ну, кроме там Build System разве что, и они никак не связаны примерно со стандартом, который описывает P-Project.tomu. Это чисто внутренняя фишка Poetry, и, в общем, как-то они решили на это подзабить немножко. Плюс еще вокруг Poetry было несколько достаточно эпичных скандалов. Один из самых известных, может быть, кто-то слышал, это когда они решили задеприкейсить один из механизмов там развертывания своего, и они сделали это гениальным совершенно образом. Они в код вставили несколько строчек, которые с рандомной вероятностью 5% фейлили Build. Вот, то есть можно тоже по ссылке почитать. Это абсолютно шикарное, гениальное архитектурное решение, просто порвало всех. Вот, они это, понятно, быстро откатили потом, но осадочек остался. Я вот в Ютубе видел прям пачку видео, в которых говорили, все, мы никогда больше не будем использовать Poetry, вообще, что бы ни произошло, потому что, ну, это трэш. И, собственно, как такая альтернатива Poetry, вот на волне всех этих скандалов, появился еще один менеджер пакетов, который называется PDM. А вообще, вот поднимите руки, кто слышал про PDM что-нибудь? О, отлично, есть такие люди. Собственно, с PDM в чем нюанс? В отличие от Poetry, PDM сделал, блин, нормальный пайп-рожект тому. Они прям вот следуют стандартам, он, за исключением tool PDM, полностью соответствует спеке PIP-ы, все с ним окей. Плюс еще PDM топил активно и у себя внедрял PEP 582. Это такой альтернатива условно-виртуалам, когда у нас создается каталог PyPackages, и это, по сути, работает так же, как в ноде NodeModules, да, у нас все впихается в локальную папку и как бы окей. И нам, типа, не нужны танцы с virtualenvam. Но в итоге этот PEP прижекнули, и PDM, который, он очень активно на нем пиарился, такой, ну, окей. И в итоге, да, PDM поддерживает нормальный стандарт, но он просто на порядок менее популярный, чем Poetry. Вот, к сожалению. То есть его разрабатывают меньше людей, он чуть менее активно внедряет фичи, вот, и его в целом можно рекомендовать, вот, вот, Коля Хитрофа вот любит, кстати, рекомендовать, я знаю, они его там используют. Но он прям вот малопопулярен, к сожалению. Посмотрим, сколько он еще проживет. Посмотрим. Вот, пока что Poetry, к сожалению, выигрывает. Итак, ну и мы добрались до более-менее наших дней, 22-23 год. Собственно, появилось два новых инсталлятора, появился Rai. Rai написал автор Flasco, Армин Ронахер. Вот, Армин очень сильно упоролся по Rastu и сказал, что, а вот, короче, все неправильно делают, правильно это как в Cargo, в Rastu. Поэтому он под впечатлением от Cargo запилил свой собственный менеджер, который работает с пакетами, умеет манипулировать версиями интерпретатора, то есть, короче, делает примерно все. Вот, но он на текущий момент у них там, он сделал там красивый сайт, но это абсолютно сырая вещь, которая вообще никак не рекомендуется в продакшн, в том числе самим автором. Это чистый эксперимент, пока не используйте. Прикол в том, что идея написать на Rastu инструментарий для питона, она пришла в голову не только Армину, а вообще говоря, примерно одновременно с ним. Вот есть такой проект RAV, я думаю, тоже много кто использует, да, это этот самый, линтер для питона, тоже на Rastu нарисованный, вместо Flake 8. И есть, соответственно, компания Anaconda, которая тоже начала немножко там Rastu следовать. В итоге они все, независимо друг от друга, объявили, что мы, короче, будем делать инструментарий для управления пакетами питона на Rastu. Вот, то есть у нас теперь есть три конкурирующих группы разработчиков, мне кажется, можно достать попкорн и просто ждать, смотреть, что произойдет. Вот, кинуть их в яму, да, вот это вот, и деритесь, да. Можно, ну, посылкам можно потыкать, на самом деле, это все опенсорсные штуки. У RAV я не нашел, как сейчас он называется, а у Kondo есть вот этот Resolver Rattler, они делают инсталлятор Pixie, который, собственно, тоже на Rastu все там распаковывает и ставит. Ну, и как альтернатива PIPA разработала более-менее стандартный инсталлятор, который называется Hatch, вот, стандартный, потому что он прям вот, мы сначала делаем стандарт, потом делаем имплементацию. Вот, то есть он все на стандартах, он, собственно, ну, достаточно рекомендован как стандартный инструмент, но он на достаточно такой детской стадии развития находится, пока там много косяков, и они там, в частности, не поддерживают лог-файлы, не поддерживают нормальные воспроизводимые билды, там есть уже pull-requests и запросы на это все дело, но в целом пока что оно как-то не очень стабильно. Самое смешное, что я специально для того, чтобы попробовать, я с помощью Rai, ну, набрал Rai.nith в своем проекте, да, создал тоже PyProject.oml, он мне не задал ни единого вопроса практически, вот, и он мне создал вот такой PyProject.oml, где почему-то решил, что мне нужен питон больше равно 3.8, но я согласен, что он везде нужен больше равно 3.8, но тем не менее, почему именно 3.8? Вот, и самое смешное, что он здесь использует билд-систему хэтча. То есть вот хэтчлинг — это один из вариантов, один из механизмов сборки пакета, который стандартизован пипой. Вот, и в принципе, вроде как у Rai есть что-то встроенное, но при этом он все равно в PyProject.oml использует именно хэтчовые штуки. Если хэтчом создаете PyProject.oml, он, кстати, будет практически такой же, как ни странно. Может, они как-то там подружатся, схлопнутся, я уж не знаю. Итак, значит, к чему мы пришли по проблемам? Управление окружениями версиями интерпретатора, берем Poetry, появился еще новый PEP 711, который там тоже описывает, как мы будем разные версии менеджить, пока непонятно, его примут или reject, но тем не менее. В принципе, решили. Воспроизводимые билды, разделяемые зависимости, берем что угодно там с лог-файлами, можно Poetry, можно PDM. Вот, оно работает. В Poetry одна из веселых болячек, то, что они сделали, они же пиарили, что вот у нас группа зависимости, мы можем это все распихивать в PyProject.oml, красиво. Проблема в том, что там до сих пор есть вот эта веселая штука, что между разными группами не может быть конфликтов зависимости. То есть у вас не может быть, что здесь у вас там условно TensorFlow CPU, а здесь TensorFlow GPU, оно не будет работать. Вот, и это, мягко говоря, странный подход, их очень сильно за это пилят, они говорят, что это все by design, в общем, ну, типичные Poetry, да, вот что с них взять. Но, работает. Бинарные зависимости, в принципе, более-менее решены, да, will у нас есть, condo, ну, я, вот это самое, вот Петя Ермаков не даст соврать, я тоже ее не очень долюбливаю, так скажем, поэтому не буду рекомендовать. Можно поучаствовать в этом всем, нырнуть прямо, посмотреть еще глубже. Есть мейлинг-листы в PIPO Committers, приходите, начинаете общаться, все будет шикарно. Вот. И, да, я вот там что-то говорил, вот помните, что вот для того, чтобы нам призовывать зависимости, нам надо скачать пакет, распаковать, там все топают, посмотреть зависимости. Так оно, блин, до сих пор так вот работает. То есть, короче, все вот эти инсталляторы, про которые я вам рассказывал, они все появляются, как грибы после дождя, но они, блин, не решают самую главную вообще проблему, которая до сих пор присутствует в экосистеме пакетов питона. То есть, в чем суть-то? Эту проблему, ее невозможно решить на стороне инсталляторов. Эта проблема в том, что мы не можем прийти в какой-нибудь TPI, посмотреть там, какие есть зависимости у пакета, скачать их и потом поставить. Да, нам нужно скачивать пакет. Более того, вы, может быть, помните, сейчас PIPO с новым резолвером, когда вы там ставите пакеты с неоднозначными версиями, он может скачать там по 20, по 30 версий одного и того же пакета, чтобы попытаться найти что-то, что удовлетворяет, соответственно, всем зависимостям. Это вообще жесть, трэш-угар. PIPO Warehouse, это вот, собственно, бэкэнд PIPO, он поддерживается буквально там двумя людьми, вот, и они чисто физически не способны, ну, в питоне одна из самых больших экосистем пакетов на текущий момент, они физически не способны обработать эти все пакеты, достать из них все зависимости, сгенерировать этот API и так далее, вот, но запрос на это есть, очевидно, что это надо делать, никакая компания не хочет нормально выделять на это деньги, ну, потому что, что, все поставили себе артефакторы, у них там кэшируются, им вообще по большому счету наплевать, что там в PIPO, да, у крестьян, вот, ну, пытались делать костыли типа FastDeps, если вот начать гуглить, там они пытались как-то там частично скачивать пакеты, что-то на этой основе придумывать, оно нормально, нифига не работает, в общем, вот эта вот ссылка, это ссылка на основное обсуждение PIPOwarehouse, что нужен API, нужен бы на API, без этого вообще какой бы менеджер пакетов мы ни взяли, все будет работать фигово, вот, ну, ладно, у меня просто очень от этого подгорает, но я надеюсь, что мы доживем до решения этой проблемы, потому что, блин, ну, как так можно жить, когда в ноде вот это работает, а в питоне нет, ну, вообще ужас, непорядок. Да, я уже, по-моему, все временные лимиты пробил, на самом деле, огромное спасибо всем вот этим, всем статьям и докладам, и ссылкам, можно все потыкать, откуда я это все надергал, там тоже, опять же, все кликабельное, есть ссылки на ПЭПы, там на самом деле много интересного, вообще не пренебрегайте читать ПЭПами, правда, единственное, что сейчас очень большое количество стандартов переехало на сайт ПИПы, то есть теперь вот описание PyProject Omla этого всего, оно не в ПЭПах, оно в ПИПе, потому что питон затроллили, что у вас нет нормальной спеки на язык, нет нормальных стандартов, у вас какие-то ПЭПы мутные, вообще это все ерунда какая-то, вот, пришла ПИПа, сказал, все, мы сделаем стандарт и все будет работать. Вот, а так, все, я выговорился, спасибо всем. У нас есть время на парочку вопросов, я зачитаю сначала от нашего постоянного слушателя Антона Патрушева. Николай, отнеситесь как-то к ПЕУ, ну, наверное, как вы относитесь к ПЕУ, или... Я не знаю, что такое. ПЕУ? Нет? ПЕУ? ПЕУ? Нет, не знаю, это, видимо, еще один очередной менеджер какой-то. Ясно. У меня вопрос, вот, пупа есть, а лупа будет? Должна быть, в следующем ревернере. Да, вопрос. Рен, спасибо за доклад. Небольшое уточнение, вообще-то, вархаус сделал API с JSON-чиком, который при загрузке пакета она через, достаёт метадату, и там есть весь список зависимости. Могу показать. Оно, вот, оно работает, но далеко не всегда. А, если пакет загружают колесом, ну, или яйцом, есть метадата, все хорошо, есть старг.эз, да, это, естественно, не будет работать. Ну, вот, ты понимаешь, как это основная проблема, опять же, у дата-сайентистов, а у дата-сайентистов до сих пор есть там всякие OpenCV, вот это всё, что до сих пор не всегда запакованы Уиллы вообще, или там запаковано по-другому, неправильно и так далее. Я все равно сталкивался, что оно вот не работает нормально. Окей, ладно, и такой вопрос. Питон, он скриптовый язык, и там админы-скриптизеры, дата-скриптизеры, они не хотят вот возиться с пакетами, я написал скрипт, ноутбочек, и хочу, чтобы его распространять, и оно работало. А как не влезать в это болото с пакетами, а вот чтобы просто написал файл, отдал, и оно работало? Ну, смотри, вот есть вот этот вот механизм с импорт-хуками, который я описывал, у него проблема в том, что в пакетах же вот есть в том числе геморрой с созданием версий. То есть некоторых есть там вершин прямо на уровне переменной заду, но, например, вот тот же самый Poetry и PyProject.oml, они очень сильно против того, чтобы версия указывалась где угодно, кроме вот этого самого PyProject.oml. И получается, что мы можем достать в автоматическом режиме, какие пакеты у нас импортируются, но мы далеко не всегда можем определить, какие версии этих пакетов. Мы можем попробовать поставить последние версии. Но это тоже не всегда работает. Поэтому я обычно своим датсентистам говорю, что ребята, давайте все-таки вы дадите мне, пожалуйста, хотя бы requirements.txt. Я даже PyProject.oml не прошу, дайте requirements.txt, потому что на каких версиях у вас это работает, это к вам вопрос. И, ну, в принципе, более-менее мы общий язык находим, договариваемся, все более-менее. То есть в целом если requirements.txt.oml встроить в тенчин скрипт и потом как-то динамически его распаковать и прочитать, то будет нормально? Можно так, можно. Была такая утилита DeepHell, которая позволяла его конвертить в PyProject.oml в том числе, и она тоже работала, но как бы... Спасибо. Пожалуйста. Наверное, есть время еще на один-два коротких вопроса. Напомню, что спикеру можно продолжить будет задавать вопрос в кулуарах. Привет, спасибо большое за экскурс в историю и классную подачу. А про поэтри ты сказал, что они не следуют там стандарту, да, и это не очень хорошо. Ну, я бы тут не был так однозначен, потому что с одной стороны, да, это может быть проблема, и с другой стороны, они приносят какие-то новые идеи, которые потом в этот стандарт могут перетекать. Мы такое часто встречаем. Хочется жить хорошо здесь сейчас. И вопрос, а вот эта история по крашу билда у процента какого-то пользователя это какой-то баг был или специально сделали? Специально, а зачем? У меня ссылка на коммит там. Пойти почитать. Да, то есть вот, нет, если у тебя идея, чтобы они такое привлекли как стандарт в питон, ну, мне кажется... Нет, мне просто непонятно, зачем это было сделано. Неудачники нам неудачны. Ну, они решили, что да, что типа вот устарелый механизм, поэтому давайте типа зафорсим так элегантно людей переходить со старого механизма на новый. Ну, это, ну, такое. Понял, спасибо. Все? Все. Мне запрещают задавать вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Верните мне мой 2007-й. Спасибо.